А помучество всегда интересно, понимаете, потому что вот в этих муках, когда вот вам, поверьте, это не мазохизм, это не мазохизм, это кайф попробовать то, что до вас еще никто не делал. Мне говорят, а вот это можно снимать? Я говорю, можно. А это? У меня аж руки трясутся от страха, я никак этого не делал. Я говорю, можно? Да, конечно. И потом ты начинаешь сидеть дома, все спят, а ты сидишь в позе лотуса, ну, насколько я могу себе это позволить, и думаешь, а как ты это будешь делать? И начинаешь в голове наматывать схему света, баланс освещения. Поэтому я в этом отношении вот за все люблю, вот за все. Мне кажется, чем сложнее, чем дурнее, чем идиотская задача, чем она невыполнимей, тем она интересна. Но Юссов нам сказал одну очень хорошую вещь. Но он человек такой, правда, он такой, знаешь, он как толстой, он как встал на землю, все, хрен ты его сдвинешь. Это он сказал нам на первом курсе в Афгике еще. Если вы задумали какой-то сделать эффект, какой-то, световой, не важно, и не можете обеспечить его успех на 75%, не беритесь. Если у вас нет денег, света, камеры, а есть какая-то безумная идея, но вы понимаете, что вы даже наполовину ее не сделаете, не делайте. Придумайте более простое решение. Если вам дали миллион, лучше сделать что-то проще, но за миллион, чем идею за 5 миллионов, вы пытаетесь стиснуть в миллионную. Не выйдет. Получится плохо. Это слова Юсова. Это вот мастер. Да? Я в этом отношении просто чуть-чуть этот миллиончик так расширяю, растягиваю. Мне кажется, что это любопытно, вот так, как-то так, помучиться, постараться, попробовать. Может, не получится. Очень часто художники, операторы, все работающие в кино, повторяют то, что они видели. Вы просто можете увидеть интереснейшую вещь, запомнить ее где-то на подсознании, и потом реализовать. Как кожа смотрится. Как смотрится кирпич. Почему дерево лучше всего смотрится мокрым. Почему раньше в советском кино всегда полы мыли. Я, например, на сериале «Дети Арбата» мыл пол. Мне есть фотографии, могу показать. Я отгонял мальчика, который полы мыть не умеет, и уйдет отсюда. Иначе там был деревянный пол. Я брал швабру, и... Мы отрепетировали сцену, все помыли, поставили швабру к камере. Вот он начал подсыхать, мотор, поехали. Пол живой. Снимали картину одну. У нас человек ходил в лесу в сером, такого шинельного типа пальто, с воротником, большие черные пуговицы. С него снималось пальто, впускалось в воду, выжималось и одевалось на него снова. Все волоски делали вот так вот. Это они вставали, оно стояло дыбом. И на экране вы просто смотрите, ах, какой хороший материал. Ах, какое замечательное пальто. Пальто-то пальто, но оно еще сделано, это пальто. Допустим, вот такой самый простой пример, как сделать мятую простынь. Снять. Как? Знаете как? Берется простынь. Крахмалится до одурения просто. Чтобы она не гнулась от крахмала. Потом сминается до такого состояния, потом разглаживается. На экране будет полный эффект мятой простыни. А обычная простынь, с которой только что встал человек, она уже не так смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok